итак всем здравствуйте сейчас мы подключаем барлака Минды Газиева сейчас секундочку до вас видно сейчас я вас подключу так дорогие зрители пожалуйста подтвердите что нас слышно и видно всем здравствуйте еще разок зайдите прямо на мой профиль и вы меня сразу видите видно и слышно говорят отлично сейчас мы ждем только подключение барлака да ну вы еще не присоединились написано мне что ожидает да я понимаю что только сейчас мне пока что меня видите но сейчас мы включается барлак секундочку вот еще раз выслала вам отлично все замечательно так еще раз проверка звука по-моему меня уже меньше слышно вы можете вообще мой звук отключить то есть вообще на минимум свести и тогда мне кажется будет лучше всего там постарайтесь сейчас вообще на минимум свести потому что я вас слышу отлично через микрофон все отлично теперь все мы можем выходить на youtube момент дорогие зрители на инстаграме мы просто пытаемся выйти одновременно на трех платформах так нормально все слышно мне да все все хорошо очень хорошо без эха без ничего да ну я не слышу эхо я надеюсь что наши зрители тоже не будут слышать эхо сейчас мы это проверим всем здравствуйте еще раз мы выходим в очередной прямой эфир на данный момент это будет прямой эфир с барлаком миндагазимом правозащитником и филантропом это открытый диалог посвященный трем указам временного правительства вчера оппозиционный политик мухтар аблязов сделал сенсационное по сути объявление о том что в день икс будут приняты три указа которые фактически с одной стороны увольняют действующее правительство с другой стороны освобождает политически заключенных с третьей стороны заявляет о готовящихся парламентских выборах которые полностью помогут перезапустить систему вообще любую политическую систему в казахстане и для этой цели я пригласила в эфир барлака миндагазима учитывая то что систематически власти казахстана пытаются блокировать прямые эфиры в инстаграме которые проводят представители оппозиции гражданского общества и при моей попытке загрузить прямые эфиры в том числе с барлаком миндагазимом и тот эфир который проходил с мухтаром аблязовым к сожалению многие зрители просто их не заметили не видели поэтому мы дублируем одновременно сейчас это прямой эфир на всех платформах и в платформе youtube и в facebook и на инстаграм и в первую очередь конечно же это будет послание для наших подписчиков в инстаграм чтобы они могли задать вопрос потому что наши зрители на платформе youtube или facebook уже более-менее так есть эхо да я извините пожалуйста эхо не слышу поэтому если какие-то проблемы вы мне пожалуйста сразу за же сообщайте ну короче говоря отдаю возможность сейчас прокомментировать в первую очередь эти три приказа и ваше решение поддержать публично двк мухтара блязова это было достаточно неожиданное сенсационное даже в том числе для меня решение скажите пожалуйста почему вы это решили сделать особенно сейчас в канун перед выборами вы куда-то пропали на платформе youtube да ну вот видите она какой-то режиме находится потом отключается сама вот знаете почему она так делает не знаю почему так делать ладно тогда в таком случае может давайте фокусируемся только на фейсбуке раз у нас такая проблема все время идет с этим то есть на инстаграме вместе ну да да и на инстаграме фокусируемся хорошо тогда извините дорогие зрители на youtube мы сейчас пока что спокусируемся кто может переходить на инстаграм всего доброго окей продолжаем с вами здесь дискуссию еще раз скажите пожалуйста ну то есть вы уже услышали вопросы сейчас у нас вы меня хорошо слышите да сейчас у нас по идее без проблем и все окей мы тогда можем продолжить дискуссию передаю слово вам во-первых привет всем привет вашим слушателям привет людмила сегодня конечно вот все что вы озвучили то что происходит у нас социальными сетями с интернетом у нас идут массы арест и просто машина репрессивно завелась что-то в бешенстве да то есть идут давление на наблюдателей идут давление даже на избирателей то есть режим их несло с катушки все они еще раз доказали сегодня что они не легитимны то есть они связь между народом и властью окончательно потеряна уже сегодня и поэтому вот эти если прокомментировать три указа который дал внутрь кабулыча как лидер партии демократических выборов казахстана и как лидер временного правительства да то есть я сто процентов поддерживаю и очень своевременно были эти три указа я посмотрел этот список в общем то совершенно справедливый список тех людей которые должны быть отстранены от власти потому что власть режиме его называю нацистский режим потому что они все делают против нашей нации казахстанской и поэтому вот эти указ который был первый указ был издан о том чтобы отстранить начиная от назарбаева заканчивая министрами акимами это очень своевременный указ я считаю потому что они режим практически сорвал эти выборы вот и таким образом она сама себе подписала вот такой приговор да не говорю смертный приговор а приговор об отставке об отстранении от власти поэтому я считаю что вот эти указы об низложении полномочий высшего руководства казахстана и вот сегодня такие идут нас к сожалению вот получаем даже сейчас в режиме онлайн получается буквально каждую минуту приходят сообщения аресты там аресты здесь наблюдателя не пускают на участке с этими пациент тестами сделали такую байгу да вот и я вам больше того скажу что они пытаются атаковать и наши чат-боты а ломан мы постоянно получаем сообщение об этом запустили они клоны запустили ну это все ожидаем и мы это прекрасно понимаем поэтому и для постраховки еще запустили в рекламе везде пускали что у нас еще есть номера вот так номер тяжело перепутать поэтому пожалуйста дорогие зрители обязательно используйте номера ватсап и телеграм для того чтобы сообщать о нарушениях и переслать свои бюллетени да да и поэтому ту инструкцию действия что он озвучил много провел эфиров о том как нужно действовать завтра завтра это будет исторический день нужно обязательно все равно идти на избирательные участки складывать в гармошку то есть нужно поставить голос вот за акжол я даже не буду сегодня придерживаться тому что сегодня день тишины потому что день тишины нарушил сам режим они до сих пор распространяют информацию о нуратан на всех зданиях акимата в различных городах это абсолютно информация мы получаем это со всех регионов поэтому они сами нарушили этот режим молчания вот даже звери в африке когда идут у них на водопой они объявляют перемирие то никто никого не нападает но настолько насколько остроенел нынешний режим по сути они на водопой выражаясь таким вот вот как в африке да как животные живут то есть они даже показали насколько они свою показали свой звери на скал и еще больше организовали массовые репрессии по стране поэтому здесь придерживаться то о том что сегодня день тишины это еще полная чепуха поэтому я еще раз говорю я всегда озвучил я поддерживаю лидера демократических выборов казахстана проголосовать за акжол сложить в гармошку то есть сфотографировать сложить в гармошку и соответственно отправить через наблюдатель независимые которые мы рекламировали вот эти чат-боты байге аламан и вот эти ватсапе номера в телеграме номера просто отправьте и сразу же идем занимать площади занимать местные здания самоуправления как акиматы районы как акиматы областные кто в астане живет они идут сразу на корду поэтому власть полностью сегодня потеряла легитимность вот один из наших участников сейчас пишет в комментариях что всю семью пять человек которые могут голосовать имеет право согласно закону их разделили на пять разных участков для чего это делается для того чтобы по максимуму вас запутать чтобы вы не могли скооперироваться например и один человек выслать за всю семью бюллетени также этой целью делаются например отсутствие занавесок на избирательных участках тем самым нарушается тайна голосования кабинках но вы должны помнить что тем не менее вы полностью имеете право чтобы сделать фотографию в такой кабинке это ваш это ваша форма протеста никто не может и не будет иметь право вам каким-то образом препятствовать и пожалуйста используйте это право и обязательно выслать нам все эти свои и нарушения которые вы заметите и бюллетени как результат голосования и здесь я хочу еще сказать один важный момент что за день до выборов 10 января 2021 года уже сейчас поступает информация о том что массово преследуются наблюдатели мы слышали сообщение о том что изъяли более 600 удостоверений наблюдателей то есть фактически эти люди не смогут вести наблюдение и и кроме того мы слышали и сейчас получили информацию что отозвала организация мукалмаз 37 штук удостоверений в женозен это беспрецедентно и даже на президентских выборах которые проходили под флагом скажем так перемен да когда такая пытался каким-то образом представить себя для международного сообщества как реформатор как человек который пришел на место назарбаева и перезапустит систему конечно же это все была абсолютная пропаганда но сейчас на глазах международного сообщества на глазах всех казахстанцев фактически мы видим что ну с одной стороны полностью запрещено а какое-либо социологическое исследование со второй стороны полностью запретили наблюдателям реализовать свое право на наблюдение и отбирает у них даже удостоверение с третьей стороны избиратели которые хотят проголосовать не дают возможности произвести тайное голосование зачем эти выборы не толкает ли таким образом назарбаев всех еще больше на обострение ситуации вот как вы считаете я еще на прошлом эфире ну так об этом сказал что режим создал все предпосылки для революции и почему я говорю что я не использую на сегодняшний день лексикон протесты митинги нет я говорю завтра этот день революции дорогие мои друзья дорогие мои соотечественники и потому был вызван издан этот указ временного правительства потому что власть потеряла свое лицо потеряла свою легитимность поэтому вот это агония власти то есть они полностью потеряют контроль над своей страной и только могут включать репрессивные машины что это больше чего вызывает сопротивление среди народа казахстана и поэтому я считаю это признак слабости режима признак страха поэтому они уже у их не их не действие невозможно предсказать их не безумие очевидно их невозможно то есть мы еще раз говорю почему они 30 лет получили за 30 лет огромную богатую страну с мощным производственным потенциалом все развалили ничего не осталось о чем можно разговаривать с этой властью о чем более того они все поправили все законы все конституционные права человека зачем нам с ними вообще разговаривать мы с ними не будем мы пойдем и захватим все эту власть и покажем что мы народ являемся источником власти и почему я говорю завтра это будет исторический момент это будет нашим взлетом и нашим падением еще на 30 лет и поэтому дорогие друзья дорогие соотечественники это момент истины это момент истории будьте главными героями этой истории делайте историю историю делает народ всегда сейчас но сейчас вы смотрите я хочу сразу же тоже высказать те страхи которые как правило выражают очень многие наши зрители а подписчики и говорят вот сейчас нас заставляют голосовать мы же должны прислать наш голос пользу нуратан начи нас уволят и так далее вот что вы можете ответить им как человек который в том числе преследует но который тем не менее вышел на публичный протест вы поддерживаете вы заявили публично чтобы поддерживать и двк им кто обязывал как лидера оппозиционного движения его программу но это достаточно смелый шаг учитывая то что преследует и всю вашу семью и тем не менее каждый из ваших членов семьи также продолжает бороться и даже наоборот не то что не отказываться говорит что даже ваш брат который практически является инвалидом он сказал что если бы ему только позволяло здоровье он бы стал вместе с вами это достаточно серьезное заявление я бы сказала что даже достойное уважение аплодисментов особенно со стороны вашего брата учитывая то что к нему пришли искать 10 лошадей абсолютно вооруженные до зубов орлановцы скрывающие себя за маской но тем не менее мы всех их абсолютно опознаем а ну вот скажите что вы хотели бы сказать и всем тем кто еще сомневается все те кто еще боятся сделать фотографию своего бюллетеня в пользу акжол или боятся проголосовать против нуратана ну во первых вот по поводу моих родственников моих братьев да они меня сто процентов поддерживает мою мою позицию мою идею потому что мы все желаем нашей стране всего наилучшего чтобы страна наконец-то стала демократической свободной страной чтобы прекратили то есть себя чувствовать рабами на своей родной земле и все это и на примере вот моих родственников на примере моих коллег они все меня поддерживают сто процентов и это все можно проецировать на всю страну все так в стране думают и все так поддерживают другое дело что есть такие как вы сказали государственные чиновники там скажем да работают госслужащие как учителя врачи милиция полиция военные они конечно люди подневольные поэтому они боятся но я хочу сказать что будет еще хуже если режим вот этот диктаторский режим фашистский режим назарбаев который уничтожил нашу страну и уничтожил экономику будущих наших детей и будущее детей наших детей мы чего боя боится бояться должны все хватит 30 лет мы не можем потому что дальше ждет катастрофа в нашу экономику то есть наша страна сползает к стандартам северной коры я об этом много говорил они зажмут все гайки потому что страну инвестиции не идут экономика разрушена все и национальные богатства распроданы разворованы как как людям жить и почему я говорю что люди именно это мы когда я говорю о революции это революции именно в этом что у нас ждут преобразование мы должны стать демократической страной о чем почему я поддержал совершенно осознанно официально если бы все было возможно я бы подписал бы заявление показал бы ее всем но так как пока партии официально не зарегистрированы я являюсь его сторонником как только будет зарегистрирована эта партия я сразу же вступлю в эту партию буду членом там не за волонтером этой партии неважно какой позиции для меня будет большая часть находиться в демократическом выборе казахстана почему потому что эта партия лидер этой партии мутарь кабулыч больше двадцати лет сражается с этим режим практически в одиночку его семью похищали брали в заложники его объявили розыск по всему миру это все делал бандит который сидит в аккорде под названием под именем назарбаев о чем поэтому он с временем доказал что этот человек именно ему при этом не сломался этот человек только хочет стране сделать принести свободу всем гражданам на нашей страны и поэтому я поддерживаю это единственный человек на сегодняшний день единственный человек единственной партии который может вытащить нашу страну извините из этого дерьма куда мы спустились потому что мы все находимся в дерьме вся страна поэтому я не хочу чтобы наши мои соотечественники жили в этом северокорейском лагере и у их детей не было никого будущего я поэтому совершенно осознанно я знаю прагматично я всегда говорю же я отношусь прагматично я знаю что этот человек вытащит единственный человек вытащит нашу страну из этой пропасти из этого коллапса экономического политического социального поэтому друзья мои соотечественники мы должны сегодня все поддержать демократический выбор казахстана мухтар кабулу поддержать этот указ который он издал да и соответственно завтра это исторический день мы все должны выйти на площади заходить в эти здания и занимать эти кабинеты самоуправление и завтрашний день власть должна принадлежать уже народу она должна она была всегда по конституции народ это источник власти поэтому они единственная возможность последняя была но они сегодня уже полностью уничтожили эти выборы но тем не менее я все равно говорю даже так все равно идите на выборы отдайте свой голос за окжол и идите сразу на площади я призываю всех это делать я буду об этом говорить и говорить потому что это наш последний шанс но смотрите у нас есть и три указа хорошо люди пришли несмотря на то что все кабинки сняли занавески они сфотографировали эти кабинки выслали вам как факт нарушения сфотографировали перепуганных учителей которые заставляют фальсифицировать те выборы полицейские которые пытаются каким-то образом оказывать давление да вот это вот эти факты пришел человек он фактически заменил наблюдателя сфотографировал выслал вам на номер ватсапа и байге все кто не знают эти номера телефонов еще раз пожалуйста зайдите на мой профиль и сразу же после этого прямого эфира будут номера телефонов запишите их себе на случай если вдруг завтра отключат интернет сделайте это пожалуйста не как двоечники а как отличники от этого зависит ваше будущее пожалуйста мои дорогие так вот вот они это сделали а теперь что получается что они должны сделать с этими указами распечатать их прочитать и выучить вот они получили эти указы вот что они должны с ними сделать они зашли в это здание административных много каждый в своем регионе кто-то дошел до аккорды они что должны распечатать с собой документы прочитать вот как это должно выглядеть вы могли бы рассказать нашим зрителям дорогие наши соотечественники дорогие друзья лидеров среди вас не будет лидеры вы сами потому что вы народ является источником власти каждый человек будет завтра делать историю и почему я говорю любой человек который зайдет в акимат и мирно зайдет туда никто его не будет останавливать потому что это они сами местные то есть не все же чиновники преступники как назарбаев поэтому мутак обувь издал этот указ там 32 человека которые должны сложить но все остальные это они не преступники поэтому никто не будет проливать кровь и никто не будет сражаться за это преступников которые сидят в аккорде которые готовы самолеты на вылет из страны и поэтому я говорю каждому казахстанцу лидер сидит в вас самих лидеры это вы поэтому идите заходите распечатать это у всех есть в интернете этот указ он разошелся везде вот так я видел это во всех социальных сетях просто возьмите с телефона и зачитайте этот указ что сегодняшнего дня вы являетесь властью народ является властью и тогда это будет уже являться официальным сложением полномочий действующего преступного режима который 30 лет грабил уничтожал убивал казахстанских народ поэтому с ними нам не по пути все завтра этот день закончится почему я говорят завтра это будет исторический день завтра это будет нашим взлетом или нашим падением вот смотрите один из наших комментаторов говорит что у карабетов замечательная жизнь здесь я хотела бы немножко полемизировать и сказать что как раз таки анализ тех данных которые мы провизвели в рамках кампании международной слуги режима в конкретном случае казахстан это список карабет мы проанализировали увидели такую закономерность что все исполнители абсолютно все поголовные исполнители преступных приказов как правило живут за чертой бедности и в первую очередь страдают об этом из-за этого их жены дети на которых навешивают эти долги мало того они выходцы из узбекистана и турканистана фактически они как рабы у казахских скажем так баринов или даже не знаю как их назвать в вашей аналогии но тем не менее есть люди которые отдают приказы преступные у них тысячи гектаров земли особенно на юге казахстана они строят виллы они путешествуют и конечно же они в первую очередь являются кандидатами на список магнитского и в наших списках карабет но вы должны понимать что не все абсолютно не все карабет то есть те которые вас избивают на улицах во время мирных протестов исполняют преступные приказы против мирных граждан они как правило такие же бедные абсолютно все в шелках как шелках называется даже еще хуже шелках у вас там и в помине нет но есть такое выражение да то есть они на самом деле влекут очень такой низкий уровень жизни но из-за того что они выходцы из узбекистана турканистана или же крайне мало образованные люди они не понимают что может быть иначе вот ваша задача при помощи информации которую мы распространяем через социальные сети называется мы их называем и пытаемся за руку показываем их преступления показываем всех членов их семьи пристыдить их они не вынесут позора и это как раз таки и является сейчас одной из наших стратегий которые мы используем теперь что касается тех кто повыше да ну понятно есть лица которые просто сейчас на себе держат имущество мы их также за сотрудничество с высшими должностными лицами будем пытаться разоблачать но тем не менее главные ключевые лица которые вот указаны во втором и третьем указах временного правительства это такие лица как назарбаев такаев косымов масимов абиш назарбаева дырега и кулебаев вот лица которые фактически должны быть в первую очередь арестованы освобождены от своих занимающих должностей а их имущество должно быть конфисковано и третий указ один из самых важных мне кажется он тоже прежде всего важен для общества для того чтобы сделать действительно новый шаг в развитии это делает практически каждое государство когда оно приходит на этап демократических преобразований это освобождение политических заключенных вот что вы можете рассказать по поводу этого указа насколько он для вас как для правозащитника имеет принципиальная шаг потому что вот три указа и на третий шаг один из самых ключевых шагов да это освобождение политических заключенных как вы можете его прокомментировать Очень своевременный, очень нужный указ об немедленном освобождении всех политических заключенных. На сегодняшний день у нас политических заключенных более 30 человек находятся в тюрьмах, поэтому эти люди, которые защищали мои интересы, ваши интересы, интересы граждан Казахстана, и эти люди сидят в тюрьмах. Поэтому мы их должны сразу же, после того, как мы займем здание и областные районы, и в столице административное здание, мы сразу же должны зачитать этот указ и высвободить политических заключенных. Поэтому эти люди долго томятся и несправедливо сидят в тюрьмах, и поэтому наша задача, это долг наших всех, для чего мы хотим провести эти реформы в стране, для того, чтобы таких политических заключенных не было. И поэтому я поддерживаю программу демократического выбора Казахстана о том, что, когда я говорю еще раз о революции, дорогие друзья, дорогие соотечественники, это значит, мы переходим на демократические основы управления государством. Это дает колоссальные возможности всем, и даже этим учителям, военным, полицейским, ведь все эти 30 лет Назарбаев и его Шайка, они грабили всех вас, и они грабили и вас тоже. И вы хотите идти защищать, и при этом идти после всего этого, выслушивать приказы этих откровенных нацистских преступников против своего общества народа, вы никогда не смоете этот позор, никогда в жизни, если вы прольете или там кого-то и забьете, прольете кровь, вам никогда это не просят. Так же, как и Жанузенский, вот, была пролита кровь, никогда это не просят, и почему я в этом вижу во втором приказе, это люди повинны в этом Жанузенском, в этой Жанузенской бойне, начинают Назарбаеву и заканчивая Гулебаевым. Поэтому никто это не забудет, и через них будут выдать на всех остальных генералов. Поэтому, дорогие наши соотечественники, военные, полицейские, вы наши соотечественники, вы тоже народ, такие же, как и мы. Поэтому мы тоже за вас бьемся, мы тоже хотим все эти преобразования сделать, чтобы у вас была достойная зарплата, достойная была, уважаемая профессия была, чтобы у вас были все, весь социальный пакет. Это может дать только демократическая страна, с демократическими институтами власти, но не может никогда дать диктаторские авторитарные режимы, никогда. Они только могут воровать, грабить, все, у них больше ничего, у них нет, как я в прошлом конференции, на видеоконференции сказал, что это двоечники, они не способны что-то сделать. Никто сегодня вокруг этого режима, никто не способен что-то сделать для народа. Кто-то боится, кто-то у каких-то не хватает просто элементарных мозгов. Поэтому я осознанно еще раз поддерживаю, даже в этот трудный момент, я знаю, что это меня может дать, но я это делаю все равно, потому что мы, казахстанцы, должны понимать и должны знать, что именно никакой Саакашвили к нам не приедет или Тони Блэр приедет к нам вытащить нашу страну. И я уверен, я знаю, что этот человек именно в кратчайшие сроки вытащит нашу страну из этого коллапса экономического. Мы же этого хотим себе. Жить нормально, работать, чтобы бизнес не боялся вкладывать свои, чтобы инвесторы не боялись прийти в страну, инвестировать не только в нефтегазовый сектор, вообще в любую промышленность, тяжелую промышленность, легкую промышленность. Ведь за все 30 лет промышленность была уничтожена. А что такое промышленность? Это же рабочие места, это благосостояние народа. Почему мы должны только жить за счет трех нефтяных проектов? Нет, мы должны жить, у нас должны работать все малые и большие фабрики. Вот тогда люди почувствуют сразу изменения в этой стране. Почему в этой программе у демократического выбора Казахстана конкретно есть шаги для того, чтобы выйти из этого кризиса? Вот смотрите, еще один такой момент. Вот фактически сейчас учителей, полицейских, медработников используют как главный инструмент для того, чтобы фальсифицировать выборы. С другой стороны, именно на этих людях в первую очередь будут тестировать российскую вакцину, которая не проверена никем. То есть не получается ли это таким специальным даже, знаете, бумерангом двойного действия? С одной стороны, этих людей уже сейчас приписывают круглых арабетов граждане Казахстана. С другой стороны, режим их сам наказывает, потому что он хочет на них тестировать. И вот видно же, что сам министр, да, не делал себе прививки. Но, тем не менее, каждый из полицейских, сотрудников полиции получит эту прививку российскую, которая абсолютно никак не тестируема. Очень, ну, опасные вообще последствия могут быть. Ведь в России мы видим постоянный протест со стороны врачей, медиков, да. А вот что в Казахстане ожидает тех, в первую очередь, которые соучаствуют в преступлении, а с другой стороны, режим их же и наказывает за то, что они абсолютно послушно выполняют все преступные приказы? Ну, вот я еще раз хочу повторять. Начали я сказал, что безумие нынешнего режима, Назарбаевского, Топаревского, Максимовского, очевидно, их не безумие. Поэтому, знаете, завтра они будут использовать на нас какие-то там лекарства какие-то, как над подопытными мышами, да. Я знаю, что они завозили ядерные отходы в Казахстан. Вот как эколог, если можете, расскажите это подробно. Вот как вы на протяжении многих лет спасали детей, которые в результате отравления от выбросов нефти страдали. Вот расскажите про это, потому что многие не знают, не понимают, насколько тяжелые последствия могут быть от таких вот экспериментов над людьми. А тут, получается, как раз-таки пособники, врачи, медики, полицейские и учителя. Вот те, кто сейчас фальсифицирует выборы, кто помогает сохранить режиму эту власть, да. Вот они же сейчас первые под ударом. Вот скажите им, что их ожидает. Вот когда они сделают себе эту прививку, когда они дадут возможность этому режиму дальше их убивать же в первую очередь. Раньше я об этом говорил, я был, в свою роду, как бы экоактивистом. Но постепенно я понимал, что экоактивизм – это так или иначе ты цепляешь уже права человека. Права человека, начинаешь защищать чьи-то права человека, не знаю, местных жителей, которые живут в районе вот этих нефтяных отходов или ядерных отходов. Это ты переходишь в таких диктаторских режимах, бороться, заниматься экоактивизмом смысла нет вообще. Пока не будет снесен вообще этот режим, то есть должен поменяться строй. Когда будут демократические институты власти, будут преобразования демократические. Само по себе вот такие экологические нарушения, они само собой отпадут. И такие чудовищные вот эти испытания, прививками, они тоже. Потому что, что такое демократические институты власти? Это определенная система сдержек и противовесов. И если захочет завтра, давайте скажем, премьер-министр захочет, скажет, я хочу купить российскую, завести российскую прививку и сделать. Но его должен поддержать за это мажорист парламент. Мажорист парламент должен проголосовать. А там сидят избранники, должны быть сидеть настоящие избранники от народа. Они скажут, нет, мы против этого, потому что вот они еще не оттестированы. Вот что значит демократическое, какой мы должны сделать демократический выбор завтра. Потому что все остальное, это даже смысла нет обсуждать. Про экологическую катастрофу, про экономическую катастрофу, про политическую, про социальную. Это последствия его проблемы. Они все, да, самый злодей, самый главный враг сидит в Акорге. В лице Назарбаева, Токаева, Масимова, Самат Абишиева, какой-то список, который грабит нашу страну. Они сегодня уже вывозят из страны, потому что знают, выводят свои капиталы, экстренно выводят свои капиталы, потому что они знают, не уверены, завтрашнем нет. И поэтому мы просто должны выйти сплоченно, взять друг друга за руки, плечом к плечу встать, и этот власть, они сами уедут, убегут из этой страны. И тогда мы все решим и наши экологические проблемы, у нас будет качественная медицина, качественное образование, бесплатное, потому что мы богатая страна, мы должны иметь бесплатное образование, бесплатную медицину. Должна быть и платная, конечно, будет и платная, на то и есть демократическая страна, что дают возможность частному бизнесу участвовать в таких проектах. Как везде, в наших цивилизованных странах, демократических цивилизованных странах. Поэтому я считаю, что мы должны, и врачи, и полиция, и военные, все должны переходить на сторону народа, поддерживать. Это фактически для них является единственным спасением, чтобы они не были подопытными кроликами в таком массовом количестве за эту прислугу режима. Потому что, получается, единственная благодарность страны режима Назарбаева – это будет то, что на них сделают подопытных кроликов. Да, вся страна будет подопытных, все страна будет, не только учителя, вся страна будет подопытным кроликам. Да, но они обязаны будут в первую очередь, как группа риска, и на них будут тестировать в первую очередь. Пока это дойдет до других, это, знаете. А полицейские, учителя и медики будут первыми подопытными кроликами. Смотрите, еще одним важным, во всяком случае привлекающим внимание элементом является в указах то, что вы хотите, как временное правительство, которое вы поддерживаете в том числе, вернуть название Астана. То есть, насколько это важно для казахстанцев, почему это важно, потому что Назарбаев уже говорит, что вообще, на самом деле, оказывается, он не хотел, чтобы переименовали Астану в Нур-Султан, и вообще он был против того, чтобы его именем называли дороги, музеи, парки и так далее и тому подобное. Насколько это правда, во-первых, а во-вторых, насколько это важно действительно вернуть Астане название? Это очень важно, это принципиально важно, это важно для казахстанского народа, потому что мы все, после того, как режим пойдет Назарбаевского, этого тирана, где-то убийцы, мы должны все стереть, все, что было с ним связано, все те, что он называет города, улицы, он завтра и страну назовет Нур-Султаном, и меня назовет, и вас назовет Нур-Султаном. Нет, я почему говорю, он обезумевший человек, и все, кто у него вокруг помогает, они все обезумевшие, то есть у них там вообще нет в голове ничего, и с этими людьми невозможно строить что-то, будущее какое-то, поэтому это очень важно, принципиально важно, сразу же поменять название столицы, у нас было красивое название столицы Астана, поэтому я никогда не использовал, никогда в своем лексиконе не называл столицу Нур-Султаном, никогда. Поэтому я всегда называл, даже вот вы делали анонс в этом, в нашем прямом эфире, вы сказали, что 21.00 по времени Астаны. И это правильно, потому что они пытаются стереть нам название этой столицы, они хотят нам вообще стереть всем мозги внутри, чтобы мы были, жили как роботы, как зомби, как манкурты. Нет, этого я не хочу, почему я вот именно поддерживаю и перешел на сторону Мухтарькова, на сторону демократического выбора Казахстана, я буду вместе с ними бороться против этого режима. Что бы ни случилось десятого, я буду до конца своей жизни бороться. Я даже могу продемонстрировать, я бы выжиг на своем теле эти слова с ридом Казахстана, не знаю, видно, не видно. Видно-видно, да-да-да, видно Казахстан. А на другой руке я себе выколол своего героя, Баужан Мамашулы. Поэтому сегодня мы должны быть все, у нас цель построить свободный Казахстан, порвать эти колючие проволоки. Сегодня во всех нас, в Казах особенно, у всех, я знаю, в душе живет Баужан Мамашулы. Но Баужан Мамашулы, этот герой, он сражался против фашистской Германии, внешнего врага. Но сегодня у нас враг гораздо коварнее, чем фашистская Германия. Это нацистские преступники, которые сидят в нашей же уже власти и 30 лет сидят. Поэтому мы не можем этого допустить, который убивает наших детей, который расстрелит наших соотечественников, которые украли все наши национальные богатства. Что еще нам надо? Завтра это будет революция и сознание. Мы должны это поменять. Поэтому я очень переживаю за свою страну, за свой народ. И поэтому я вовлекся в этот процесс. И я буду бороться с этим режимом, чего бы это мне не стоило. Возможно, это будет мне стоить жизни, свободы. Но свободу они мне никогда не отберут. Потому что даже заточив меня в темницу, я все равно буду свободным. Даже если они меня убьют, я все равно стану свободным. А они будут все равно преступниками. Поэтому вот так мы все должны, дорогие наши соотечественники, сегодня мы должны быть все баужаном обшелы. И пойти, и взять власть в свои руки, и начать строить новую страну. Еще один из комментариев был, какими будут отношения после смены власти с нашими соседями. То есть, в первую очередь, с Россией. Учитывая то, что были последние заявления со стороны России, якобы о подавленных территориях и так далее. Ну, фактически, это же используют просто договоренность между Назарбаевым и правительством Путина, чтобы создать искусственно врага и таким образом попытаться на себя стянуть поддержку общества. Это называется, когда нечего сказать, ты просто пытаешься таким образом набить себе очки. Да, вот что вам может сказать по поводу того, какими будут отношения с Россией, например? Смотрите, друзья мои, я сам являюсь 100% казахом. И я горжусь этим. Но я мыслю по-русски и говорю по-русски. Что может быть? Это ничто не может быть. Это наши дружественные соседи. Страна России, российский народ. Это наши братские народы, наш дружественный народ. Мы будем... Что такое демократическая страна? Демократическая страна выстраивает отношения с любыми государствами. Особенно и как бы участвует с... То есть поддерживает отношения с... Прежде всего с российским народом, скажем, с китайским народом. И почему вам вот так будет правильно? Я говорил, что у нас нет таких... Вот не может быть у демократических настроенных людей, то есть у них, если настроена вот сама идея, она не может вообще поднимать вопрос национальный. Ни языков, ни разделения по нациям, по расам. Нет, ни в коем случае. Всего лишь только нужно менять политический строй. Диктаторские системы управления государством, она угробит всех. Неважно, кто там живет, русский или казах. Я имею в виду про Казахстан. Поэтому все эти байки запускают... Именно она зарыбает вместе с Путином, потому что они два диктатора, они пытаются поссорить два народа. И этим пытаются манипулировать. Да, поэтому мы прекрасно понимаем, именно в предвыборный особенный период, вот они это поднимают, это национальный вопрос. Нет, никогда казахский народ всегда был дружелюбный и будет всегда дружелюбный. Поэтому это не заслужено зарабатывать. Но будет в состоянии защитить себя. Это тоже очень важно. Конечно, это будет строиться, когда демократическое государство, оно должно строить свою надежную армию, которая будет защищать интересы государства, прежде всего, и народа своего. На стороне народа будет. А не как сегодня имеется армия откровенных бандитов, которые только охотятся за своим народом. Нет, такой армии не будет у нас. Кстати, насчет армии. Вот мы тоже получаем регулярные сообщения, кстати, благодаря вашей платформе и вот телефонам в Телеграм и в WhatsApp, о том, что как раз-таки в казармах сейчас тоже отдали приказ о том, чтобы они голосовали в пользу Нуратана. Отдали приказ в том числе и в тюрьмах. Что вы можете сказать военным, потому что я думаю, что они тоже так или иначе получат этот месседж, тем, кто в зонах. У некоторых из них есть доступ к телефонам. Вы, как человек тоже, которого проследовали по политическим мотивам, были два месяца в аресте. Что вы можете сказать тем, кто сейчас сидит в неволе, по сути? Потому что армия – это та же самая тюрьма, только с видом чуть-чуть получше и без решеток. По сути, это такая же тюрьма. Это не место, где ты действительно можешь стать защитником Родины, гордиться. Часто там люди копают траншеи, строят дома каким-то олигархам или же генералам. Но это не защита Родины. Вот что бы вы хотели им сказать? Потому что вот этой категории лиц практически никто не обращался. Так, ваш голос исчез куда-то. Секундочку. Упс. Я вас не слышу. А вы меня слышите? Вы посмотрите, как они боятся вопроса об армии и тюрьмах. Это невероятно. Нет, я вас не слышу, к сожалению, сейчас. Зрители, скажите, пожалуйста, вы слышите Барлака? Или меня слышите? Или нас по отдельности слышите? Потому что сейчас нам нужна ваша помощь, чтобы мы поняли, как происходит. Может быть, у меня сел наушник? Нет, вроде бы как. Секундочку. Вроде бы как. Вас не слышно. Говорят, что Барлака не слышно. А меня слышно? Не слышит Барлака, да. Только Людмилу слышно. Да, видно. Слышим только Людмилу. Барлак, что-то с вашими наушниками. Может быть, ваши наушники разглядились? На самом интересном. Только вас слышно. Ну вот видите, зрители дорогие, вот что ни сделаешь, сразу же пытаются каким-то образом препятствовать. Сейчас Барлак попытается к нам переподключиться. Секундочку, я его приглашу еще раз. Так, подключаем. Да, я вижу, что вы меня слышите. Барлак. Так, Барлак. Как слышно сейчас? Отлично, вы вернулись в эфир. Итак, еще раз. Ваше обращение к тем, кто сейчас сидит в местах лишения свободы, неважно действительно объективных, там посадили. Я уверена, что большинство из них, к сожалению, не объективно посажено, потому что система правосудия просто в Казахстане не работает. Что бы вы хотели им сказать? И в том числе армии Казахстана. То есть это призывники, которых также сейчас заставляют голосовать за Нур-Атан. Ну, во-первых, все те призывники, они не живут где-то на острове, они живут также в Казахстане. У них также есть смартфоны. У них также есть доступ к интернету. Поэтому, что я могу сказать? Если они захотят проголосовать за Кжол, их никто не может это сделать, никто их не может запугать. Это все на воле изъявления. Если он хочет это сделать, он сделает это. Обманет своего генерала, или там прапорщика своего, или, не знаю, вышестоящего начальника, или вышестоящего доктора, не знаю. Если они хотят, они это сделают. Это вопрос никто не может заставить. Никто может не приказать. Один из примеров, кстати, как нам говорили, что собираются обманывать, мы скажем по секрету всему свету, ну, а почему бы нет. Делает один человек бюллетень в голосовании за Нуратан, делает фотографию, рассылает ее абсолютно всей казарме, или всем тем, кто сидит в Лузу нахлежении свободы, учителяш, неважно, студенты вы, или медики. И потом, конечно, вы голосуете так, как вы считаете нужным. А для отчета вы ссылаете именно вот эту фотографию Нуратана, чтобы они стали спокойны, и вас не трогали. Все, один из примеров. Пожалуйста. Я прошу прощения, что вас прибило. Да, поэтому здесь для этого и созданы эти площадки, то есть, эти платформы, чат-боты, есть WhatsApp номера, есть Telegram номера. Просто, друзья, соотечественники, отправляйте туда, не бойтесь никого. Это ваше будущее. Ваш день и ваше будущее. Это голос, голос отдаете, не за себя отдаете, не за меня, а вы отдаете за своих детей. Они будут в будущем. Как они будут жить? В рабстве они будут жить? Или свободными? Богатыми? Или бедными? Больными? Или здоровыми? Вот выбор какой. И не надо об этом думать, о том, что там, он меня там прикажет, может, мне какое-то там звание прибавит. Нет. Это все вранье. Они ничего не могут. Страна нищая. Казна пуста, разграблена. И все, даже экономическая ситуация будет все хуже и хуже становиться. Поэтому этот режим, он не способен вытащить страну из этого экономического коллапса. социального, экономического коллапса, политического коллапса. Поэтому именно демократический выбор Казахстана сегодня имеет возможность такое, уже с завтрашнего дня имеет возможность, если вы поддержите идею Мухтара Кабулыча. Уже с завтрашнего дня мы будем делать историю. Мы будем строить новую страну. Никто, никто никого не будет преследовать. Здесь нету, как он и говорил, Мухтара Кабулыч, есть 200 человек. Это жулики, бандиты, убийцы. Они, да, но все остальные, и в том числе солдаты, полицейские, учителя, чиновники. Нет. Само по себе политика и идея демократического выбора Казахстана не предусматривать преследование собственных соотечественников, собственный народ, потому что здесь, и даже те, которые вы сегодня задали, там вопрос, сказали, что военные, от которых люди сидят, это мы понимаем прекрасно, это же люди подневольные, никто их за это осуждать не будет. Единственное, мы будем их осуждать, если они применят силу против собственного народа и прольют кровь, они попадут в этот список, как вы говорите, карабетов, сейчас уже всех определим, попадут в список Магнитского, мы будем преследовать, будем искать их по всему миру, никуда они не денутся, и мы найдем их, этих людей, кто пролил, потому что сейчас весь век интернета, поэтому мы все равно определим, и то, что ваш фонд тоже работает по определению этих карабетов, который большой список уже накопился, просто, ну, еще раз хочу предостеречь, завтра будет исторический момент, не только для наших, для казахстанских, обычных граждан, это также будет момент истинный, для учителей, для врачей, для военных, полицейских, и, конечно, это будет момент истинный, это будет, почему они боятся, это для режима, вот эти 8 человек, которые должны быть арестованы по указу со номером 2 от Временного правительства, поверьте. Вот я хотела еще один момент, если вы мне разрешите, был один из комментаторов, а что делать в случае, если на военных давят, да, то есть им угрожают, ну, вот еще раз говорю, я же вам представила, как можно сделать так, чтобы с одной стороны выслать отчет, якобы отчет, о фотографии, которую получает начальник военного, что якобы он проголосовал за Нуратана, а по факту проголосовать за того, кого вы считаете нужным, это первый вариант. Второй вариант, у вас есть возможность сообщить, кто на вас непосредственно оказывает давление. Все эти имена мы потом этих людей идентифицируем, сделаем публичными, они еще очень сильно пожалеют о том, что вообще оказывали на вас давление. Ну, и в-третьих, вы обязаны служить народу, вы должны этому пояснять тоже своим коллегам, как военным, вы получаете деньги от народа, не от этого конкретного военного, он совершает преступления, не соучаствуйте в преступлениях. Теперь еще один момент, Барлэк, в окончании нашего эфира. Смотрите, огромное количество людей сейчас находится в зоне, да, то есть, ну, действительно, система правосудия не работает. Будет ли после прихода к новой власти пересмотр всех уголовных дел, то есть те, кто сейчас находится в зонах, кто были абсолютно незаконно туда помещены, были факты пыток, есть ли шанс у этих людей выйти по амнистии или вообще, чтобы их дела были пересмотрены каким-то экспресс-вариантом, ну, потому что, ну, действительно, у нас полстраны в Казахстане, но они находятся либо в каких-то списках как уголовники, либо же в зоне находятся, это вообще, Казахстан стал большой тюрьмой. Что вы собираетесь с этим делать? Это очень важный вопрос. Сама по себе демократическая политическая система, которая в программе сказана о демократическом выборе Казахстана, она предусматривает как раз таки справедливый пересмотр всех уголовных дел, потому что режим Назарбаев, ведь у нас не было вот этих политических институтов, как независимый суд, независимая прокуратура, не было конституционного суда, поэтому они все, и все те, которые дела не вели, скажем, в течение 30 лет, они все подпадают под сомнение, поэтому, конечно, это все зависит от наших граждан, которые будут подавать апелляцию заново, пересмотры этих дел, потому что мы знаем, это не только политические заключенные, которые мы уже зафиксировали в этих списках правозащитных организаций, но также каждая семья имеет возможность пересмотреть дело, потому что много было абсурдных, то есть я знаю, как эта система судебно работает, если им не дашь взятку, они тебе без вины сделают виноватым, и поэтому у нас столько много заключенных, для чего это делать, почему я говорю нацистский режим Назарбаева, они просто таким образом хотели сделать из Казахстана своими рабами, если человек сидит в тюрьме, он пишет прощение, помилование, чтобы его выпустили из тюрьмы, а потом он становится ихним рабом и служит, и мы знаем много фактов, как террористическая организация КНБ во главе с Масимом Самат Абишем используют откровенных уголовников против мирных граждан, против гражданских активистов и убили Джамбулата Агадила и Дулата Агадила именно эти откровенные бандиты, нанятые именно террористической организации, поэтому все эти дела будут пересматриваться и поэтому будет, я считаю, что это и есть, это даже мне не нужно об этом говорить, это все предусмотрено в самой программе демократического выбора Казахстана, это предусмотрено вообще в любом демократическом государстве, это презумпция невиновности, это во главу должностей, именно это, пока человек не признан судом виновным, он не будет виновным, но не таким же судом, который наш Назарбаевский суд, нет, конечно. Огромное спасибо, я предлагаю заканчивать наш прямой эфир, потому что у нас остались считанные секунды, минуты до того момента, когда прервется связь на Инстаграм, огромное спасибо нашим зрителям, я напоминаю, что вот у вас завтра должна быть вот такая вот гармошечка, я напоминаю вам о том, что вы сможете под этим постом найти телефоны, WhatsApp и Telegram, куда вы сможете выслать свои бюллетени, сообщения о нарушениях, даже если снова будет препятствовать Telegram-чанк-ботам, вы можете выслать просто по номерам и свои бюллетени, и нарушения, зафиксированные вами. Будьте и наблюдателями, и избирателями, и активно участвуйте в процессах своей страны, защиты своих прав и своего права на свободные воли и заявления. Это все зависит только от вас, мои дорогие. Огромное спасибо Барлык вам за открытый диалог, за общение с нашими читателями, зрителями и аудиторией в Instagram. Мы потом это видео также постараемся публиковать и на других платформах. До новых встреч. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Берегите себя. Всего доброго.